Друзья мои, приветствую вас на своем канале. Сегодня немножко политики Алексея Навального, потому что я посмотрела его прогноз, и мне стало не по себе. Здесь не надо усматривать вину властей, а, к сожалению или к счастью, тут уж как кому, складывается так жизнь. Так вот, буквально, вот буквально уже 27, 26 или же 28, то есть конец февраля, вообще ему надо было бы быть несколько, даже не несколько, а очень-очень осторожным. Потому что в средстве недостаточной концентрации внимания это период, когда не исключены несчастные случаи. Это может быть и автокатастрофа, что-то связанное с невнимательностью. Я на него обратила внимание после того, как посмотрела прогноз России, а Навальный это российский оппозиционер, и даже давайте назовем его политиком. И меня насторожило то, что уж больно плохо складывается у него жизнь в 2020 году. Карьера может быть закончена. Так вот, февраль, он и так у него сложный, ну, а март месяц он может быть просто выбит из колеи такого революционного движения. И это очень-очень будет серьезно. Это на самом деле опасность здоровью, опасность на всех, по всем направлениям. Единственное, что, конечно, Вселенная его будет поддерживать. Я думаю, что он будет живым, но рассчитывать на его участие, на какое-то участие, вернее, в этих революционных вещах, которые вообще задуманы, запланированы на весну 2020 года, я думаю, что ему не стоит. Ему необходимо заняться своим здоровьем. Во-первых, это отсутствие полной духовности, и на это будет указывать вся его жизнь и все то, что будет с ним случаться. Есть указание избегать фатализма, то есть каких-то таких ситуаций или же каких-то призывов, особенно там, где будут использоваться какие-то насильственные действия. Не зря говорят, что Россия находится под покровительством, и я думаю, что это вот именно Навальный он почувствует. Может быть, и надо что-то делать, но надо делать по-другому. На что надо обратить внимание, это причем уже с февраля месяца, с конца февраля, вот что-то может и случиться. Во-первых, это психические перегрузки, депрессии. И это все будет сказываться на организме, в целом на организме. Нарушение обмена веществ. Это вся костно-мышечная система. А это просто его свалит с ног, даже вот где-то уже с 9-го, с 10-го марта. Это уже раньше начнет, но более проигрываться будет в этот момент. Это болезни суставов, особенно коленей. Инфекционные заболевания будут его сопровождать, вот этот период. Психическое, психологическое состояние, конечно же, очень-очень сложное. Что касается карьеры, то я бы здесь тоже на его месте каким-то образом... Ему надо самому отойти от всех вот этих каких-то вещей, которыми он занимается. Потому что конфликты и со стороны родственников, и со стороны окружения, и какие-то тяжелые обязательства каким-то образом складываются в одну корзину и вешаются ему на плечи. Это человек, который любит что-то доказывать. Ну, это такое вот время, и он даже иногда не понимает, где надо остановиться. Я думаю, что там, где начинается здоровье и счастье других людей, особенно молодежи, здесь надо останавливаться. Но в данной ситуации я могу сказать сразу, что остановится моя судьба. И вот эти разговоры, которые могут быть того, что его там спецслужбы еще привлекли, я бы не сказала, что это спецслужбы. Друзья мои, что касается Марта вообще, сложно что-то предугадать, предусмотреть или же предсказать. По всем направлениям у него очень большие проблемы. У него проблемы будут, прежде всего, в семье какие-то, по здоровью будут проблемы. И это будет и июнь, и декабрь. То есть, по большому счету, надо заняться собой, надо заняться своими близкими. И, наверное, надо созидать, надо что-то делать другое. Ну, нельзя разрушать, надо строить. И, наверное, надо где-то менять свое отношение к тому, что происходит. Многим не нравится то, что происходит в стране. Но вот эти призывы и то, что я вижу, на что он нацелен, это, к сожалению, не приемлет даже Вселенная. Я бы ему рекомендовала заняться здоровьем, потому что у него проблемы очень-очень серьезные. На этом все. Это был Алексей Навальный. С вами была я, Зоя Клевевев, психолог, литератор, астропсихолог, астроаналитик. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваше мнение. И, конечно же, о ком бы вы хотели узнать или услышать из моих уст. Берегите себя.